Рад приветствовать! Меня зовут Александр, и прежде чем мы начнём, угадайте загадку. От начала до конца через жопу сделан. Что это? Атаман! Атаман! Вот что я знаю! Подождите, а как вы так быстро догадались? Ну, в общем, на этот раз перед вами ролик, в котором мы рассмотрим переднее колесо Атамана. В один прекрасный день, когда я был занят таким довольно-таки свойственным для клиентов компании Лебедев Моторс делом, как ремонт приобретённой у них машины, я вдруг заметил некое нездоровье ещё и на подшипнике переднего колеса. Въедливое моё внимание привлекла образующаяся в районе правого подшипника стружка. Недолго думая, колесо было снято, и вот что я там увидел. Оказалось, что эти раздолбаи не поставили на правой стороне шайбу между своей фирменной проставкой и подшипником. Как на левой стороне. Вы только посмотрите, что она наделала своими жуткими краями. Алё! Гараж! Ну и чё скажем? Забрал я всё это барахло на съедение токарному и вытащил ось. Казалось бы, что тут можно напортачить? Но ребята справились. Постарайтесь не упасть в обморок. Хобана! На наждочке аккуратненько чувствуется рука мастера. Ну а теперь поясню, почему чуть в обморок не упал я, когда всё вот это вот увидел. Итак, это у нас ступица, это ось, это гайка, это шайба, это вилка, это проставка, это шайба, это подшипник. Со стороны то же самое. Подшипник, шайба, проставка, вилка, шайба и гайка. Узел нарисован в, так сказать, идеальном виде, без брака вот с этой стороны. Я думаю, что все согласятся с тем, что вот это и это расстояние в идеале должны быть подобраны так, чтобы подшипники жёстко сидели на оси, и вся эта конструкция целиком не елозила внутри ступицы. И кроме того, подшипники не должны испытывать на себе такого вот перекашивающего воздействия, которое может образоваться в том случае, если внешние кольца подшипников будут сидеть внутри ступицы жёстко, а вот здесь на оси будет небольшой зазор. Но, к счастью, парни, здесь всё вошлось. Измерения показали, что в моём атамане вот это расстояние всё-таки чуть больше, чем вот это. Аж на целом 2 мм. И потому тут имеется небольшой зазор, что, естественно, тоже неправильно. Ровно как и вот такой вот упор для подшипника. Кстати, замечу, что в ступице с обеих сторон имеется вот такая вот кольцевая проточка, непонятно зачем нужная. Вот она. Может быть, эти граждане хотели какую-то защиту подшипника тут изобразить? Ну что, сейчас будем всё это вот так вот стачивать и готовить сюда какую-то вставку. Ё-моё, как бы я без него жил? О, ужас! Эта ось ещё и кривая! Так что только на небольших оборотах медленно и печально. Так, с осью мы с горем пополам разобрались. Кроме того, я ещё выточил вот такое колечко, чтобы дить его вот сюда. Настал черёд и фирменных лебедёвских проставок. Смотрите, что творится. Вон его резали прям. Вот и проставочки отторцованы. Шов внутри этого водопровода я не стал срезать, а то ещё треснут. Кроме того, я расточил ещё две новые шайбы. Так что можно отправляться собирать. Я уж не знаю, может, с закрытыми глазами на него колесо ставить, чтобы ненароком тут ещё какой-нибудь хрень не увидеть в ходе всего этого. Ступицу восстановил. Сейчас будем ось вставлять. В ходе сборки я позволил себе чуток отсебятины, нафигачил сюда литого. Вот что у нас получилось. Будем устанавливать. Есть. Похоже, что те два критичных расстояния я подобрал нормально, поскольку колесо легко вращается. И вот даже, видите, само возвращается у нас в то положение, при котором наиболее тяжёлая часть оказывается внизу. То есть тут нужна ещё, по идее, балансировка. Ну что, парни. Следующий ролик у нас будет, видимо, завершающим на эту вот антиатаманскую тему. В нём мы разберём вот этот шарнир. Посмотрим, что они наделали тут в руле. Дальше я расскажу кое-что, что заметил в плане крепления двигателя. И также объясню, почему мне придётся резать раму. Ну а также поделюсь общими соображениями во всей этой конструкции. Ну а на этом пока что всё. Благодарю за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok